Опасность внутричерепной гипертензии состоит в вероятности сжимания вещества моза в ограниченном пространстве черепа, что ведет к диффузной ишемии моза, а также к проникновению смещения мозовой ткани из одного черепного отдела в другой. Вклинивание быстро приводит к летальному исходу вследствие сдавливания жизненно важных центров. Портальная гипертензия, о которой я так много рассказывал, повышение кровяного давления в системе воротной вины, возникающей при затрудненном оттоке от нее крови. Основные признаки портальной гипертензии – варикозное расширение вверх, пищевода, желудка и передней брюшной стенки, пищеводное и желудочно-кишечное кровотечение, спленомегалия, то есть увеличение селезенки, асцит – накопление жидкости внутри живота, легочная гипертензия. В ее основе лежат органические изменения в мелких легочных сосудах, которые приводят к повышению легочного сосудистого противодействия и давления в малом круге кровообращения. То есть в легких скопилось там слизь или еще что-то, или еще что-то. Это привело к тому, что повысилось давление. Процессы, происходящие в организме при развитии гипертонической болезни. Почитаю. В самом начале гипертонии в большинстве случаев протекает бессимптомно. Человек отмечает повышенную эмоциональную возбудимость, непонятную усталость, наклонность к головным болям, головокружение, пульсацию в голове и сердцебиение. Важно отметить, что эти явления отнюдь не обязательны. И у многих больных болезнь развивается совершенно незаметно и открывается лишь при первом исследовании кровяного давления. Вот почему гипертонию еще называют тихим убийцем. При исследовании отмечаются напряженный пульс, признаки увеличения гипертрофии левого желудочка сердца, именно он выбрасывает кровь в большую кровообращение. Доступные исследования артерии пульсируют сильнее обычного. В дальнейшем появляются жалобы на одышку, а также на боли в области сердца, нарушение коронарного кровообращения. А дышка свидетельствует уже степени недостаточности кровообращения. Боли в области сердца говорят о наступивших изменениях коронарного кровообращения. Иногда появляется систолический шум, свидетельствующий о развитии небольшой недостаточности сердечных клапанов. Отмечается тахикардия, то есть учащение пульса и другие болезненные проявления. Систолический шум появляется тогда, когда клапаны сердца прилегают неплодно и пропускают выталкиваемую сердцем кровь в обратном направлении, обратное движение крови и вызывает этот шум. Если ничего в жизни человека не меняется, гипертония прогрессирует и появляется застойное явление. Кашель. Влажные хрипы в нижних отделах легких. Увеличение печени, а в дальнейшем и отеки. Следует отметить, что сердечная недостаточность при гипертонии явление нечастое. И когда она появляется, то и причинами являются, с одной стороны, при утомлении перенапряженного, гипертрофированного левого желудочка. В скобках надо вкачать кровь под гораздо большим давлением. А с другой, коронарная недостаточность. Обычно изменения не ограничиваются левым желудочком, они редко относятся также и к правому. Поэтому коронарный фактор в развитии сердечной недостаточности у больных гипертонии считается главным. Коронарный фактор в развитии сердечно-недостаточности, это потому что надо качать, 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 качать. Износ происходит с сердца, сердечная мышца. В поздний период гипертонии обнаруживаются такие тяжелые сердечные явления, как мерцательная аритмия и различные формы нарушения сердечной проводимости. А более тяжелыми и довольно частыми сердечными поражениями при гипертонии является инфаркт миокарда, то есть отмирание участка сердца ввиду отсутствия кровообращения в нем, который может быть вызван длительным спазмом соответствующей коронарной артерии. Что касается аневризмы сердца, как осложнение инфаркта миокарда, то она у страдающей гипертонией встречается чаще, нежели у негипертоников. Аневризма сердца – это ограниченное выпячивание истонченной стенки миокарда, сопровождающейся резким снижением или полным исчезновением сократительной способности, измененного болезнью участка миокарда, то есть участок сердца перестал работать. Изменения со стороны почек при гипертонии в начале заболевания носит функциональный характер и выражаются некоторой степенью ишемии, вызванной общим тоническим сужением мелких артерий. А что его вызвало? Ничего так сказать не говорится, пробрасывается. Ишемия – местное снижение кровоснабжения чаще обусловлено сужением или полной закупоркой просвета артерий, приводящей к временной дисфункции или стойкому повреждению ткани или органа. В более остро протекающих формах гипертонии или в период ее обострения можно обнаружить периодически небольшую степень альбуминурии, то есть выделения белка с мочью и гематурии, наличие крови в моче, при полном сохранении экскреторной и концентрационной функции почек. В более поздних или злокачественных формах гипертонии обычно в моче обнаруживается кровь, белок и иные вещества, говорящие о нарушении функциональной способности почек. Также отмечается задержка выделения зодчистых шлаков с накоплением их в крови. Эти изменения уже с артериолоскрилозом почек. Дальнейшее прогрессирование этих изменений приводит к повышению уровня мочевины в крови со всеми вытекающими последствиями. Расстройство мозгового кровообращения из-за его повышения приводит к инсультам, то есть к острому нарушению кровообращения моза, приводящее к повреждению и отмиранию нервных клеток с последующим угасанием, осуществлением функций, которые осуществлял этот участок мозга. Например, перекрашивание лица, невозможность управлять рукой и иными частями тела. Можно различать следующие типы расстройства мозгового кровообращения при гипертонии. 1. Кратковременные ишемии того или иного участка мозга в результате спазма соответствующих отрелей. Спазм. Запомните это. В этих случаях могут возникать выпадения тех или иных функций периферических органов на короткий срок с полным восстановлением их в дальнейшем. 2. Длительную ишемизацию определенных участков мозга на почве продолжительного спазма соответствующей артерии. В этих случаях артериальная стенка сокращенной артерии в средстве расстройства в ней питания становится проходимой для крови, что и восслабляет переход красно-кровных телец и кровяного белка в окружающую поврежденный сосуд мозговую ткань. Такая геморрагическая инфитрация приводит уже к более стойкому падению функций пораженных участков мозга. Возникающее при этом расстройство выпадение функций того или другого органа на периферии являются более тяжелыми, а не держатся недели и в месяцах. 3. Разрывы стенок мозговых артерий с обширным провозлиянием, приводящим к стойкой потере функций соответствующих органов или даже к смерти больного. 4. И, наконец, очаги развлечения вещества мозга на почве хронического расстройства, его нормального обмена веществ, дыхания и питания. 5. Клиническим выражением мозговых инсультов является чаще всего расстройство движения конечностей, париже, то есть снижение силы мышц или группы мышц, и параличи, то есть утрата или нарушение движений в одной или нескольких участках тела. Мозговые инсульты наблюдаются от 10% больных гипертонии. Одним из осложнений гипертонии является субарахноидальное кровоизлияние. Субарахноидальное пространство – это полость между паутинной и мягкими мозговыми оболочками в области черепа. Вообще в течение гипертонии различаются и направления. Первое – в сторону развития преимущественно сердечных нарушений. Второе – в сторону развития нарушений мозговых. Третье – в сторону развития нарушений почечных. Бывает и так, что гипертония протекает с одновременным развитием сердечных, мозговых и почечных нарушений. Особенно это относится к быстро прогрессирующему варианту течения злокачественного. Кстати, Бутейко, Константин Бутейко, болел злокачественной гипертонией и астмой И с помощью своего дыхания, то есть волевой ликвидации глубокого дыхания Он избавился как от астмы, так и от злокачественной гипертензии Следует отметить, что чаще всего наблюдается сердечное расстройство И не менее чем половину случаев они являются причиной смерти Несколько реже к инвалидности и к смертельному исходу приводят к расстройству мозгового кровообращения И еще реже недостаточность функции почек на почве артериолосклероза Общая длительность течения гипертонической болезни колеблется в весьма широких границах От года злокачественная форма, которая была у Бутейко, до 30 лет и больше Злокачественная форма гипертонии характеризуется быстрым нарастанием, особенно мозгового и почечного кровообращения Также значительно раньше появляются тяжелые изменения со стороны глазного дна Гипертоническая ретинопатия Серьезное поражение сетчатки глаз, связанное в первую очередь с сосудистыми нарушениями Эти изменения выражаются в кровоизлияниях и в очагах распада ткани вокруг соска зрительного нерва Что приводит к большей или меньшей потере зрения вплоть до полной слепоты Данная форма протекает обычно с очень высоким уровнем кровяного давления Причем стойким, особенно безнозного давления При этой форме злокачественной гипертонии также встречаются распады сосудистых клеток различных органов и кровоизлияния в них